Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии в среду, 4 октября. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я. Давайте рассмотрим интересные события, которые сейчас происходят на финансовом рынке. В первую очередь, конечно, хотел бы обратить ваше внимание на золото. Золото сейчас торгуется на отметке 1081 доллар за унцию, и есть вероятность того, что золото продолжит свое и без того уже сильное падение. Дело в том, что сейчас растет доходность по американским облигациям. На текущий момент времени доходность составляет 4,84%, и, соответственно, это, в свою очередь, создает большой переток средств из защитных инструментов, еще более защитные, да, и золото в облигации, простыми словами. На самом деле, помимо этого, еще подливает масло в огонь тот факт, что совсем недавно Китай заявил, и вышла статистика по Китаю, что Китай продолжает в больших темпах избавляться от американских облигаций, что, в свою очередь, опять-таки, влияет на их доходность, да, доходность увеличивается. Поэтому мы ожидаем, что золото в самом скором времени может уйти ниже отметки 1800. Наши предыдущие прогнозы были таковы, что если доходность по американским облигациям может подняться до отметки 5%, то золото может уйти на отметку близко к 1700. Что ж, будем следить за этими событиями, будем следить за золотом. Сейчас, действительно, этот инструмент показывает очень высокую волатильность, и, конечно же, он нам интересен с точки зрения внутридневной торговли. Из других событий, которые будут сегодня, хотелось бы обратить внимание на, в первую очередь, изменение числа занятых от ADP, изменение числа занятых в нехозяйственной сфере. Прогнозное значение сейчас находится на уровне 153 тысячи новых рабочих мест. Соответственно, показатели выше прогноза, они являются для рынка позитивными. Что ж, мы будем следить за событиями. Новость сегодня выходит в 12.15 по времени GMT. Новость очень важная. Новость вызывает всегда высокую волатильность на рынке. Ну, соответственно, она всегда выходит за пару дней до Nonfarm Pellers. Nonfarm мы ждем в пятницу. Но к этому мы еще вернемся позже. В 14.30 традиционно запасы нефти сегодня выходят из США. То есть мы ожидаем, что запасы нефти будут сокращаться. Сейчас нефть находится в коррекции. Мы сейчас нефть с вами пока не торгуем. Ждем, что коррекция закончится. И, соответственно, продолжим рост. Пока точек входа на покупку у нас нет. Но, соответственно, будем следить за этим инструментом и далее. Индекс доллара вчера дошел до отметки 107.03. Сейчас цена в коррекции на уровне 106.80. Соответственно, пока мы следим за ситуацией. Большую часть, вот именно с точки зрения торговой активности, уделяем золоту. Евро-доллар вчера доходил до минимальной точки 1.04.50. Сейчас цена 1.04.70. По графику, по техническому анализу, есть ощущение, что пора бы на рынку в коррекцию. Соответственно, то же самое по фунту. Вчера было минимальное значение 1.20.50. Текущее значение 1.20.70. Перед тем, как падать дальше, соответственно, я думаю, что мы в ближайшее время с вами увидим коррекцию. Возможно, в рамках сегодняшнего дня. Ну и, конечно, хотелось бы с вами обсудить доллар и японскую иену. Мы вчера с вами констатировали тот факт, что цена по иене была 149.90. Наша цель была 150. И, на удивление, вчера это значение было достигнуто. По иене мы вчера увидели значение 150.14. И, соответственно, после этого цена резко обвалилась до уровня 147.30. И здесь важно понимать, что такой обвал мог быть связан лишь с тем, что японский регулятор начал проводить интервенцию, начал проводить политику по укреплению курса японской иены. Сейчас, я думаю, уже не так много трейдеров захотят продолжать покупать доллар и японскую иену. Поэтому в ближайшее время мы будем ждать медленного восстановления и дальнейшего реакции стороны японского регулятора. Позиции на покупку более мы не рассматриваем в ближайшее время. Это были все ключевые события на сегодняшний день. Вам желаю спешной торговли и всего наилучшего.